Аптеки, нарушающие правила отпуска рецептурных препаратов, продолжают оставаться проблемой. Недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильно действующие средства. Об этом рассказал гражданский активист Роман Уразимбетов во время совещания по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. Внимание участников было акцентировано на резком омоложении аудитории наркоманов за последние 10 лет. Руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки, сомнительные сайты, мессенджеры. По словам гражданского активиста, препараты, содержащие наркотические вещества, отпускаются строго по рецепту. Однако в некоторых аптеках Актал такие лекарства продают, не требуя врачебного подтверждения. И наркозависимые используют эту возможность. Нурлан Нугаев назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков приоритетной задачей государственных органов всех уровней. Все уголовные дела по наркотикам должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры. Распространение наркотиков, включая синтетические вещества, становится социальной проблемой и серьезной угрозой для будущего Казахстана, отмечал ранее глава государства Касанжимар Тухаев. Люди должны осознавать, что эта проблема может затронуть любого. Для того, чтобы завтра наши дети не стали жертвами наркотиков, необходимо предпринимать конкретные шаги уже сегодня. Проводить рейды по аптекам, агитационную работу среди молодежи. Наркотики – это угроза, это болезнь, с которой трудно справиться. Мы благодарны волонтерам за социальную активность. В прокуратуре и правоохранительным органам необходимо усилить контроль над аптеками, нарушающими правила отпуска рецептурных препаратов, а также усиленно работать над недопущением распространения синтетических наркотиков. После совещания полицейские вместе с членами рабочей группы проверили одну из октауских аптек, в которой, по словам активистов, реализуют сильнодействующие препараты без рецепта. Прибывшей рабочей группе не удалось застать на рабочем месте фармацевта, однако аптека была открыта. По данным департамента полиции Мангисталской области, за 2023 год в регионе выявлено более 300 наркопреступлений. Были ликвидированы 4 нарколаборатории, которые занимались выращиванием марихуаны. В суд направлено 270 уголовных дел, из них 57 тяжкие и особо тяжкие преступления. 255 лиц привлечены к уголовной ответственности, а 43 лица отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ходе рейдовых мероприятий было закрашено 530 граффити-надписей, заблокированы 115 сайтов и интернет-магазинов Телеграм, занимающихся торговлей с бытом наркотиков.